нас пока не пускают всем добрый день вы на канале градус лето не стали мы ждать так только сообразить не могу куда нужно идти но взгляд у нее конечно не добрый корабль наверное вон тут затонувший хотели поднять смотрите пляж какой красота водичка пришла всем добрый день вы на канале градус лето мы сегодня по-прежнему в шри-ланке хикадува но мы приехали немножко выше туда за галле мы поехали на джангл бич и по пути поднялись на машине буддийский храм нас пока не пускают на основную территорию там служба идет слышите да наверно мы здесь немножко погуляем вот интересная пещерка такая вообще невзрачная но молодой монах подошел говорит проходите чего боитесь а тут вот не знаю кто это тут подношение все как положено и выход такой я так думаю что вот это камень настоящий вот это вот а вот это вот камни наверно настоящий вот это все пристройка ну интересно сделали прям прям очень интересно вас скольких бы мы буддийских храмах не были везде все по-разному абсолютно смысл то понятно одинаковыми так все по-разному вот этот парень молодой монах стоит потихоньку рассказывает показывает так ну ладно сейчас служба если закончится быстро то мы еще с ними нет так поедем уже на пляж не стали мы ждать когда закончится служба храме потому что слишком долго поэтому решили поехать на пляж уже тепло припарковали наш автомобиль вот здесь вот предприимчивый молодой человек с нас взял 200 рупий бесплатно это делать нельзя я так понимаю тут везде вот тоже частная территория наверное немножко они так место себе отвоевали и берут деньги за припаркованный автомобиль по ресторанчик какой-то так уже интересно вид конечно такой интересным этого ресторанчика не видно никого о отсюда вид какой смотрите вон гале как на ладони так джангл бич у нас в той стороне а вот он приглашает на парковку машина 200 рупий нормальная нормальная цена не так уж и дорого кстати мы оттуда и приехали сверху тут серпантин такой очень сильный так ладно все пойдем на джангл бич там уже дальше до снимаем выдвинулись моно джангл бич так только сообразить не могу куда нужно идти туда наверно да нет так куда нам надо идти вот по этой дороге были на первый раз непонятно еще сразу чтобы вы видели куда мы идем вниз или вверх а вниз да ну все знать вниз как все интересно в общем смотрите надо идти не вверх там тоже храм какой-то вот он потом и туда сходим да надо идти вниз мини базарчик интересно вода сколько стоит у нас вода есть с собой различные различные товары игрушки и все остальное да дорога конечно прикольно мы сразу обули морскую эту убавь чтобы удобнее было идти и не снимать в машине все оставили вот так вниз и спускаемся но дорожка конечно еще не заканчивается не знаю сколько метров нужно идти что-то я рано разделся вот впереди нас идут блогеры канал у даниловых я потом ссылку оставлю интересно очень люди снимают жизнь не только здесь но и в принципе корн все продают ну в принципе все одинаково осталось только спуститься вам бурундуки бегают я вот у типа такая смотровая площадка даже лестница есть тут что-то типа канатная было смотрите подымали по канату корабль наверное вон тут затонувший хотели поднять но не получилось так ладно идем дальше что-то тут страшновато как-то спускаемся мы вот под таким джунглям интересным люди навстречу идут говорят не ходите туда сегодня у местного населения какой-то праздник и там их типа очень очень много все море заняты но мы чё зря приехали что ли пойдем хотя посмотрим что там происходит так и все страшно может слишком люди преувеличивают дорога живописная по крайней мере идти удобно в обуви да кстати обувь одевайте такое со шнурками сланцах тут немножко сложновато будет вам ходить вот народу сколько но я бы не сказал что их много ну а чё здесь такого не так уж вот-вот вы еще в анапе не были я тоже не был но видел видео и фотографии когда они друг на друге лежат да нормально тут людей сейчас расположимся где-нибудь это просто брезгливые москвичи нам попались да пусть пусть едут домой а мы покупаемся тем более они сейчас домой пойдут потихоньку собираются были ну классно чё напугали хорошо что спустились мы готова напугали они нас тут миллион людей ничего тут не миллион все четко ну что очень красивый пляж джангл бич водичка пришла сейчас мы пойдем немножко по фотографируемся и будем водить купаться пока нравится мы расположились под под пальмами взяли с собой циновочку специально большую полотенцу все очень четко тут еще прям возле пляжа обезьянки но взгляд у нее конечно не добрый чё-то она хочет из сумки вот этой кто-то банан дал но они совсем не боятся похоже людей они все ждут что им что-то дадут прикольные так главное не капнуть мне на телефон остальное все хорошо шустрые какие а местные жители вот расположились тут на камнях какой-то праздник я не знаю а мы сейчас пойдем купаться вот в это замечательное море смотрите пляж какой красота не зря мы сюда ехали целых двадцать семь километров из хикаду вы потом еще сходим там сверху храм есть уже когда покупаемся погодка сегодня супер волны нет у нас есть маска мы сейчас поныряем я думаю отлично сегодня мы отдохнем зря нас пугали белые люди что не ходите туда там много местных ну и что местные знаете они они есть местные они абсолютно не мешают они не напрягают это вам не какой-нибудь там тагил с колонками с бухлом люди просто культурно отдыхают сколько бы их не было пусть они будут ничего страшного вон они даже в масках на пляже ходят чем о чем говорить в общем мы очень рады что основная масса туристов развернулась и уехала обратно ну и хорошо ладно давайте купаться сейчас правда году я в море пока волны нету покажу вам водичку о смотрите красота какая теплая какая она теплая афигеть а какая она чистая вот вам и океан вот гале а вот корабль круто круто хорошо что мы сюда приехали а теперь мы видим этот пляж со стороны воды смотрите красота какая да сюда стоит приехать тем более ехать всего 29 километров мимо гале потом практически сразу мы проезжаем гале поворачиваем направо вверх по серпантину по и чуть-чуть вниз и все и мы приехали и мы приехали в такое классное место вон там еще можно расположиться но там да там местных больше здесь меньше очень классно плавались накупались мы классный пляж на мой следующий раз наверно пойдем туда на дальний с другой стороны джунглей будем заходить вот по дороге сейчас идем на стоянку к нам и естественно нам нам понадобился душ здесь вот есть такие душ души частный дом какой-то в общем стоит 100 рупий на человека можно обмыться переодеться вот классно все а из чего есть непонятно лет наверное вот и поедем дальше уже мы нашли где-то тайское кафе поедем по по обедаем так мы сегодня мы закончили наше путешествие сейчас вы выезжаем обратно наверх поедем в гале по обедам и домой в хикадулу а народ все прибывает и прибывает что-то пацан спрашивает я не понимаю английский язык у них тоже своеобразный кого-то блин понимаешь кого-то вообще не понимаешь ну вот народ все приезжает и приезжает а мы уезжаем время уже четвертый час наверное в общем вот здесь вот основная стоянка я так понимаю автобусы тут машины много стоят потом вот там храм есть видите вот этот купол на рисунке нарисован можно в него зайти но мы уже не то что не рискнули уже просто сильно кушать хотим вот но на сегодня наверное все будем заканчивать и поедем мы домой всем до свидания не забываем подписываться на мой канал